Все, мы в записи, ребята. Значит, смотрите, давайте, я сейчас буду считать, что это довольно трудная сумья. Надо в нее разобраться. Я сам долго не понимаю, что здесь написано. Нет, нет, я действительно, я присыню некоторые усилия. Я не понимаю, что с Моэля у него не спирали, а листочек. Сколько? Сколько? Один. Суточка у вас есть. Значит так. Ну что, все со мной? Да. Да, я могу начать? Да. Итак, а Мишна, да, Мишна. Бай чеу малепиот в нивхад. Это на ламед, алиф, амутбе. Мы это затронули в прошлый раз, но мы совершенно не поняли, почему. А, да. Мы ее перевысим даром. Сто тридцать шестой, да. Бай чеу малепиот в нивхад. Нотель мемаком обхад. Абмиру мер авкухэт лекатфила в нотель. Значит так. Значит так. Там я дальше гемарь посмотрел. Чуть-чуть по всему, у них был обычай, как бы. Там дальше есть, там еще, по-моему, разговор про всякие подземные амбары. В общем, у них, значит, были, при состоятельном доме, были амбары с запасами, как бы. Они были прямо запечатаны, да. Это как бы, их в принципе не трогали. Вот. Видно, судя по всему, речь идет о чем-то похожем. Погреб. Погреб, да. Но сейчас здесь вроде не погреб. Здесь скорее такой, какой-то склад такой. Вот. Но склад долговременного хранения. Он как бы, где ключ от двери все забыли. И до зимы не вспомнят. А вспомнят, когда нам придет торговец и предложит хорошую цену. Тогда, конечно, вспомнят. Ну, там нет никакого ключа, реально, реально, там из печати просто. А, можно. Ну, это там дальше в Гемаре будет, там это интересно все. Теперь, значит, вот у нас есть, значит, вот есть это здание, да, в котором какая-то дрянь, яблоки, я знаю. Других яблок у меня нет, и я хотя бы, а, мне у Йомтов хочется яблок. Понятно, что в... Гуся с яблоками. Гуся с яблоками, да, прекрасно. Вот. У нас есть такой Йомтов Новый год, когда все, значит, делают гуся с яблоками. Ну, не суть, не важно. Значит, а у меня яблок нет. Значит, теперь оказалось, что у него, значит, отвалился кусок. Вот этого, от стены этого здания, да. Это вот то, что называется Нифха. То есть сам отвалился. Сам отвалился. Сам отвалился, да. Не то, что ты заранее сделал, что его можно вытащить. Нет, 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 нет. Если ты заранее сделал, тут вообще вопрос. Если ты заранее сделал, это значит, значит, тут, значит, понимаете, понятие мукция, оно работает в обе стороны. Да? Оно работает как мукция. То есть ты макце машу, да, ты... Мукция – это то, что отделено, выделено, посвящено как-то чему-то. Значит, ты можешь лякцотмашу ляшимуш бьемтуру. Можешь лякцотмашу ляшимуш бьемтуру. Я понятно сейчас изъясняюсь, то, что я сейчас сказал. То есть ты можешь выделить нечто, обозначить нечто как выделенное, специально для субботнего или там, или сьемковного использования. Например, открыть дверь в этот амбар. Если ты откроешь дверь в этот амбар – это ровно и значит, если ты проломаешь дырку в этом амбаре, это значит само по себе, что ты можешь брать оттуда явно. Это понятно, на этом уровне понятно всем. Что тут вопросов никаких никаких. Теперь, допустим, у него отвалился сам по себе кусок. Мудрецы здесь говорят, что он может брать его из того места, где он отвалился. Но не из другого. Дальше Раши пишет следующее. Он говорит, что мы не говорим, что если бы он сам не отвалился, то мы бы не смогли его сами отвалить. И похоже на то, что Раши здесь топит за то, что отвалился он уже в сам емке. Или, по крайней мере, там где-то в объяснении объясняется, или, по крайней мере, что самому человеку стало известно об этом емке. Мы не знаем точно, когда он отвалился, но до емкава я не знал, что он отвалился. Если бы я знал, что он отвален емкава, это, опять же, снималось на следующую проблему. Если бы я знал, что там кусок отвален накануне емкава, то тогда я мог бы как бы удерживать в мозгу, что у меня есть вход в этот амбар, я могу, я могу, я могу не тостать. Теперь, Хедуш здесь, именно тогда, когда он либо разломался в емке, либо я увидел то, что в емке, это почти одно и то же. Теперь, и вот Раши говорит, что мы могли бы сказать, но не говорить, что они мукцин, михамат и су, да, что эти яблоки, они мукцин в другую сторону, в сторону запрета, да. Из-за запрета, какого запрета? Запрета разламывать эту стенку в емке. Если бы она не разломалась сама, то мы бы не могли ее разломать. Следовательно, я никак не мог держать в голове эти яблоки, да, накануне, ну, в момент наступления емкого, потому что я знал, что у меня есть целый амбар, я его не могу разобрать. Но на самом деле, говорит Раши, это не работает. Мудрецы вот так. То есть, здесь сила, как бы, у нас же все время две противоположающие силы, да, субботние запреты, которые дают в емках, и заповедь радоваться в емках, то есть, когда плотно покушать, покушать гуся с яблоками. Здесь гуся с яблоками перевешивают. Вот до этой степени перевешивают, а парадомируют даже еще больше. Сейчас посмотрим, как. Вот. Вагиванда лав гава птихата и сурада урайта, пхиттато, и сурада айта, кадамухмена лава вирада ливудзи, лав мукца нинбул. Габаи Тевель Бешеда имперка, но это дальше уже не такое. Окей. Теперь, поскольку Рабмиер разрешает даже разбирать этот склад, мы в Гемаре, он может сам разобрать этот кусок. Да, на ликотке, в смысле, что это разрешено, полностью разрешено. Коль скоро Рабмиер разрешает разобрать этот склад руками, значит, это какой-то особенный склад. В Гемаре мы затронули это в прошлый раз, выясняется, что он сложен без беззвездки, что он как бы, что он логически является просто грудой кирпичей вокруг этого, вокруг этого, этих яблок. Теперь, мы должны понимать, говорит Рашина, да, это уже не совсем очевидно, это нам Раша говорит, мы должны понимать, что речь идет именно о таком складе даже у мудрецов. Да, потому что, если бы он был наизвездки, да, если бы он был прочно-прочной дрянь, то мы не могли бы из него, ни по кому, не могли бы из него выламывать кусок. Да, это чистое нарушение свободных законов, ну и, соответственно, правильность. Вот и о райт. Но поскольку он всего лишь штабель камней, сложенных вокруг, вокруг этих яблок, яблок, да, мы можем, можем, если бы мы были в пространстве Деорайка, в пространстве Торы, мы могли бы вытянуть оттуда кусочек. Это только мудрецы нам запретили это сделать, и дальше там разбираются, как мы сейчас разберем гемарик. Дальше Радмейер говорит, нет, мы с яблоками все-таки перевешиваем, мы возьмем, выключим, а для нас получим. А потом мудрецы сейчас гемарик запрещают? Нет, мудрецы гемарик просто разбираются, как это все должно работать. Да, это истинка. Просто Рашу уже переносит на Нишну выводы гемары, иначе это работает с его точки зрения. И с моей поведомости, по-видимому, тоже не может. Деорайка, значит, можно стену разбирать? Ну, не разламываться. Можно забрать штабель кирпичей. Дело в том, что во времена Торы строили только без Радмейера. Тоте старого. Археология, как это сказал? Короче, я не знаю, насчет археологии. Но Рима, и Туниска, у Рома? Я не знаю, насчет археологии, может быть, ты и права. Но, во-первых, у нас сейчас уже Рима недавно. То, что ты говоришь, до райта, это же не до райта. Они-то археологией не занимались, слава богу. Они думали, что в Торе стоят точно такие же товары, как они строят. Так что не надо, мне подождать. Что Тора запрещает? Что реально? Давайте послушайте. Ну, давайте не будем наивными, наивными людьми. Что в Торе по этому поводу сказано? Да ничего урока. В Торе про это не сказано. Сказано, никакой работы, целенаправленной работы не делайте. Все. Больше Тори не сказано ничего. Это мы вывели там, из чего-то там, да, из того, что это сказано рядом с идеей про постройку Мишкана. Мы выводим оттуда 39 запрещенных работ, которые, вроде бы, нужны были для постройки Мишкана. Да, больше не было. И туда, значит, там вообще они говорят, там вообще они говорят про стират огонь, да, про разборку шатра. Да, не про каменное здание. Не было никаких каменных, зданий в пустыне. Да, как и какие, да, такой раствор, какие-то кирпичи. Вот. Значит, но аналогом вот этого вот вот этого вот разборки шатра у нас будет именно разламывание здания с раствором, а не разбирание штабеля кирпичей. Теперь, разбирание штабеля кирпичей вроде как до райта разрешено, а запрещено только мудрецами. Теперь, значит, наши, наши друзья, наши меньшие деды, вроде как, по выводам Гимара, спорят о том, что важнее, гусь с яблоками или штабель кирпичей. Ну, так, между нами, да, значит, для рабея гусь с яблоками, для штабель кирпичей, но, если у штабеля все-таки есть дыр, то тогда ладно, тогда без яблок. А так будет без яблок. Ну, как-то так. Это понятно, вот сейчас, на этом уровне? Да. Да, отлично. Начнем Гимару, да? Начнем Гимару. А май? А почему? Значит, это вопрос к роднию. Закастарала. Это же все равно, что разборка шатра, разрушение шатра. Ну, если, мы еще не понимаем про штабель кирпичей, да, мы думаем, что это основательное каменное строение, да, или так, деревянное, не важно. И нам кажется, что Этана Камма сказала, что если сама дырка появилась, то и ладно. А Абминин сказал, что можно прям дырку проделать. Как дырку проделать? А Кастараала, да, это все равно, что разборка шатра. Это запрещено, запрещено, говорите, это работа. Амара внатму баада, амар шуму говорит. Баавера да ливни. Они еще про штабель кирпичей. Да? Про то, что они как бы без единого баада, в смысле без единой штабарки. Да? Они просто положены друг на друга. Их можно аккуратненько вынуть, просунуть руку в дырочку, и вот чуть яблочко. Вот. И укуся ему. Вот. Вот они и так вроде понимают, да. Сидушель аванюй пишет, а шибелотит. Да? Ну, вот, все-таки так, так это вот. И это. Вот он, вот смотрите, что Штанзальц пишется слева, там, на эту тему. И так дальше, и так дальше. В общем, это уляй коровля персид, арай. Потому что, на уши седу. Ну, в общем, вот это вот все. Ты понятно, что это? Арай, что это? По-персидски. Это, ну, это вот именно распорядок, расположение. Как и рейндж по-английски. Как и рай у нас? Нет, как и рейндж по-английски, это же, очевидно, вот, персидский и европейский язык. Вот. А как они написали? Ну, посмотри же, вот слева у тебя же самая писала. Бавира, это ливный. Он говорит, иный, как же так? Вы, амара, нахуй, ганный ливный, да и якорь, и беньяна, шар летит в ту лингу, летит в ту лингу, в США. Куэль выхазили мисс Гуалаеву. Шадрингу, вода и акцинга. Окей. Он говорит, как же так? Ну, ведь сказал равнахуй, где-то там в другом месте, совершенно другое, про шабан. Что, если у тебя остались от постройки чего-нибудь, кирпичи, их можно перетаскивать в субботу. Поскольку они, в принципе, готовы для того, чтобы на них сидеть. Но, если он после завершения этого строительства, ну или там какой-то части строительства, расположил штабель, то это мукция. Он выразил свое отношение к ним, как к штабелю кирпичей, а не сиденье в субботу. Это понятно сейчас вот это? Это возражение на то, что даже штабель можно было бы разобрать. И вступает, явно, гусь с яблоками. Где-то там, где-то, где-то, как кирпичей, когда я... А дыма вода актив, а мар амзейра. В йонтов, а мру, а в лёбе шаббат. Вот он, гусь с яблоками. Речь нет, про йонтов, а не про субботу. В субботу там действительно делать нельзя. Потому что, что нам в этих, в этих опечатках? А в йонтов, то у нас там гусь с яблоками за ними. Это совершенно, совершенно, другая, отдельная ценность. Ну, опять же. В субботу, чтобы посидеть, нельзя, потому что ты уже сделал из них штабель и обозначил их как строительный мусор, как строительный материал. Станки строительного материала. А с гусен, другое дело совершенно. Потому что шок добраться до еды и в емках нам разрешено гораздо больше. Нам разрешено просто забивать живот. Чего уж там за кирпичами. Чтобы добраться до еды и в емках, нам очень много разрешено. И говорите, что их праздник больше и дальше есть штабель. Да. И тогда этот сарай можно рассматривать как штабель кирпичей, сложенных вокруг яблок. Которые нам, собственно, и нужны. Кто? Кто? Нет, он не поправляет. Потому что равна вот из эдуалида до паршавы. Но мы думаем, но мы мудрецы, мы некоторые мудрецы, те, которые сказали вопрос имени, да, они думают, что это может распространять все наемки. Потому что обычно запрет, субботний запрет, это обычно распространяется наемки. Но он говорит, а как же быть, если там яблок? Это совсем другое дело. В смысле, в субботу не другое, а в емках другое. Вот, давайте раз прочтем. Это разрешено, потому что там еда. Все. Я же ничего не выдумываю. Тут все само написано. Вот. Это, вот досуда мы довертили. То есть, как бы, у нас было что? Мы представили себе этот сарай как штабель кирпичей, да? Ну, в смысле, если они не связаны с гражданой, то это и есть штабель кирпичей. Теперь, теперь, поставили на это возражение. И объяснили, что в субботу это возражение и действует объем этот самый, вот, крик этого гуся по яблокам, как бы, серьезнее, чем, 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 чем запреты Дерабонг, да? Чем запреты Дерабонг, то он не прекричит. А запрет, а запрет Дерабонг, он очень даже прекричит. Вот. Гусиная песня. Да. Таня на Амиахе. Ибрайта идет по такому, по туда же, да? Раби и Ромер, а в пухетле, как хиловый отель, бьем-то вамру, а вальх и шабах. Окей. Ибрайта тоже, тоже это подтверждает. Он говорит, что Раби и Мер, говорит, что можно, можно вынимать этот самый, да, стилет, вынимать эти кирпичики, и в Райце содержится пояснение, что речь идет только про емкут, но не про субботу. В субботу. Окей. В субботу мне тоже может хотеться ямок, но в субботу с этим не связана никакая заповедь. А в емкутах связано. Ну, слушайте, с нём я готовить не буду. Готовить не буду, да. Могу так ямочку пожелать. Вот. Но в субботу, в субботу опять же, в субботу нету, нету этой противозаповеда, как бы, да, который нейтрализует часть, в любом случае, как бы, желание поесть, нейтрализует часть субботних заповедных объемов. По определению. Вопрос, где мы ставим эту границу, да. Ну, понятно, что некоторые доу-райтовые вещи мы не сможем сделать, да, неочевидно связано с этим. То есть, если бы это был реально запертый и обмазанный из листья сарай, то мы его взломать бы не могли. Потому что тогда, тогда слишком далеко отстоят субботний запрет, в смысле, запрет Торы от потребностей в еде. Резать скотину мы можем. А вот взломать склад всё-таки нет. Но теперь, но если склад таким образом устроен, что мы его можем представить ментально, как просто набор кирпичей, то тогда уже там запрет Дорабонан, и мы можем его преодолеть золом вот этого гуся по яблу. Окей? Что? Вот. Значит, вот, это была первая, первая, так сказать, позиция. Её мы вроде бы усвоили, да? Она ещё не самая, это не самая страшная. Страшнее будет дальше. Амар Шмуэль, которая так сказать закреплена с помощью веревочной печати печати из веревок почему из веревок потому что так и такое будет так и не делается вот этот фатомод почему важно сказать что из веревок потому что все операции которые он предлагает делать или не делать они относятся к веревкам их можно развязывать но не расшелушивать веревку на отдельные нитки и не разрезать вот у нас есть я даже не знаю что тут рисовать но короче у нас есть дверь и она привязана к окружающему миру к некоторым наборам веревок сложным узлом если ты можешь развязать этот узел ты можешь это сделать но если не можешь развязать это сделать в разе нет он говорит не так фатомодчику как макир а ну да мы не можем расшелушить эту веревку так чтобы она сама распалась после завязанного узлом или на этих легких печать стоит да вот так вот хороший вопрос я думаю об этом я не знаю потому что если кто-то узел я не знаю я не знаю если кто-то знает если кто-то хорошо знает старо-французский тут есть вот слово фэн которое нет а как раши пишут так это вообще как-то по-другому пармагурис простите куда куда надо смотреть в гугле а что тут смотреть в гугле сейчас сейчас мы сейчас мы убираемся а макиры так да вот в том-то и дело я пока не понимаю где там может висеть печать как он о макире то есть он развязывает развязывает да похоже на то причем я тебе больше скажу я тебе больше скажу вот когда когда Шухана Ру тут по-моему да это кто-то на салаку на виске Шухана Ру объясняет почему можно развязываться она по-моему объясняет что это локешер шелькаем да этот обсуждается в Шаббат про узлы завязанную на постоянку или развязывает практически развязывающиеся мне кажется что если он запечает то он будет что делать с печатьом вот и мне кажется вот и мне кажется что как бы что я чисто технически это себя плохо представляю так а что это похоже что просто узлы но послушай крестьянин даже стоять ну в общем печать не по чину по большому счету ну так то есть может быть запечатать как бы бочку чего-нибудь еще туда-сюда но вот вот эта вот хрень он не будет незачем это опять у нас йом нет а он говорит нет он говорит теперь если такая же хрень стоит на на крышке сосуда на крышке сосуда привязанных к сосуду это вот то что называется печать да то нельзя вообще ничего не развязывать не не резать подожди мы еще вот это не сделаем еще раз подожди а маршмоль потому что бетарка мотировал на мовке в локуте подаем подожди чтобы кили мотировал мовке в локуте а наоборот на на сосуде если у тебя уже есть с кувшин с примотанной крышкой то ты можешь даже и резать я почему просто спросила потому что я делала иллюстрации такие проекты могут просто убежать что это наверное лимонная печать из веревочки из зверей из кувшин понимаешь с печатью была бы отдельная логическая проблема я же ломать надо это ктав это ктав часто в общем там что а зачем она там висит она символизирует что а нафига она зачем там нужна нужна она там зачем чтобы что либо там нет анастической проблемы тогда это не важно либо там есть анастическая проблема я не понимаю как ее решить в общем понятно давайте прикинемся что там анастической проблемы нет это не важно и тогда в сухом осадке мы настолько верем значит еще раз Шмолин говорит вот у нас вот у нас привязанная дверь как бы когреба мы ее можем развязать но не можем разрезать ну про левки я уже не говорю нет про экзот у нас есть крышка привязанная к кастрюле мы ее можем каким угодно снять можем развязывать а можем разрезать и неважно в елтов или в субботу я объясню я объясню в шаббат запрещено развязывать узлы постоянные которые сделаны так чтобы их развязать было нельзя называется кешешель-кайма вот но можно завязывать узлы которые изначально предназначились для развязки например да например бантик на ботинках можно а тройной узел вопрос что завязывать не помню бантик можно завязывать на ботинках да видимо то же самое кешешель-кайма или кешешель-кайма вот пионерский далстук от повяжешь далстук можно а воздушный шарик возможно нельзя потому что ты делаешь тот узел который связывает непредназначение для большой вопрос это я не знаю ребята это надо раву я не знаю я не готов был бы лифсок по поводу воздушного шарика вот но с узлом там действительно есть проблема потому что с узлом такой который развязать во-первых очень сложно во-вторых не предназначен для этого вот если бы ты его веревочке на бантик завязал тогда да тогда остается только у афа-санки так можно ли вообще надувать надувать шарик с собой я не знаю не только ну он может и распутывать тоже но но главное что развязывать можно в некоторых ситуациях развязывать можно резать нельзя а в некоторых ситуациях нельзя можно и то и то говорить шуму и это не важно ёмко или шабаш это тоже важно да он говорит да пофиг мне какая разница вот на это возражают но и ты это как бы расщепляют на нити как бы да вот это что и хат шаббат вехад ёмто да и хат шаббат вехад ёмто как в суботу так и в ёмто мейтивый на это возражают приводит брайты на это возражают возражают шуму и лёв приводят брайты про то что есть разница между шаббатом и ёмто да эти самые двери которые которые в земле да в суботу ты можешь развязывать но не можешь резать я мавки опускаю у него закон такой же как срезать а резать наводильный зачем тогда это помянут так ну чтобы обозначить что можно делать вот это и вот это делать вот того и того да это не нивишки для меня сейчас это для объяснения это лишнее а для аллахет это совершенно не лишнее откуда ты знаешь изначально может это подобно ли это резанию это не подобное резание ты же не не можешь вывести это из резания или развязан это отдельное совершенно действие я просто вот сейчас сейчас его не буду упоминать потому что мне это немножко загрузит речь а один у него такой же как какой резание если не сказано обратного сейчас в какой-то момент будет сказано обратно там проезды отдельные есть вот итак он говорит по этой брайте вот эти вот двери которые бы карта они в субботу можно развязывать, но не резать а в йоту можно и развязывать, и резать опа получается, что вроде шмуэль не попал да, брайте брайте весомее шмуэль, как мы все понимаем да, что шмуэль все-таки амора при всем нашем неуважении амора, но он тяжелый амора да, он как бы мы не можем просто сказать, юфта де шмуэль вот просто привести такой брай сказать, юфта де шмуэль мы не можем, не хотим да, шмуэль это наше все в некотором смысле вот ну, наше варилонское поэтому, когда мы будем это, мы его изо всех сил будем вытягивать не будем сейчас, сейчас сходу говорить а, шмуэль, ладно, облажался вот мы им скажем совершенно другое мы скажем аманы а он говорит, кто это? это раби который говорит, что в йоту можно ой, а почему-то у меня что-то что-то сделалось почему она так сделалась а, нет, это все я просто же дверь это сам аманы амай, а почему? а, аманы аманы, чье это? кому это принадлежит? чье это мнение? чье это мнение брайти? брайти, да, да брайти это мнение Ромейра который говорит, что можно даже разобрать изначально, да? говорит, не то, что разрезать там узелок какой-то а просто кирпич выбрать да, говорит, в йоту у Ромейра очень сильный вот этот зоу гуся у Ромейра, да? он сильнее, чем у других мудрецов у Ромейра вот это вот как бы стремление хорошо покушать в йоту оно сильнее, чем у других мудрецов ну и у самого, может, Ромейра он как-то был в личной жизни уже кровный человек но мнение Ромейра вот вот и и он говорит а, ну это экстремал он как бы радикал он как бы, да он, благо, объем тут даже резать и даже разбирать он не до того еще может дойти окей это на тему это это Шмуэль отбивается от от Брайт от которыми у него кидают сейчас еще и вот что? это на тему йомбов часто, да? потому что Шмуэль говорит, что в шаббат и в йомбов закон одинаков а Брайт нам говорит, что разные что в йомбов мы можем позволить себе разрезать тоже а в субботу не может да он говорит а, ну это Робмеер он известный любитель гусяц-яблок поэтому он позволяет разрез веревку есть нельзя разрезать да там же яблоки он же не просто атаку налезет вот уплыхи рабона налей а ванадаблик рабона это говорит Шмуэль а мандрецы с ним спорят а я сказал как под мудрецам по умеренному мнению когда гусь с яблоками гучем с яблоками но все же это известные меры да? это понятно что в шаббат когда он говорит что и в шаббат и в йомбов нельзя разрезать что в шаббат и в йомбов не дарезать ага правильно говорит гуся с яблоками я разрезу а вот дальше а вот это а дальше подожди а ты еще не прочел нет ты прощал вот этого в плиге рабона налей и варадаблик рабона с ним споят с этим рабимием споят мудрецы а я сказал по мудрецам а не по рабимию это Шмуэль говорит Шмуэль говорит да Шмуэль отмазывается но у мим пледы рабона налейбуха потому что бэкарка а разве мудрецы разошлись не во мнении именно по поводу этих перегов что бэкарка да подземных подземных подвалов варадаблик рабием и варадаблик порезать здесь развязать нет еще шиба шаббат матир а в лу мавке в лу футэль а бэйон то в матир мавке в лу футэль тут же у нас разногласие это здесь про то что что про то что в шаббат можно развязать или не зарезать это все согласны это и Шмуэль согласен вопрос по емдов можно ли резать в емдов а Брайта говорит да вроде по всем мнениям можно резать в емдов а Шмуэль почему-то говорит что нельзя хотите табличку? да я в Москве извините пока не буду ай так значит это устроено примерно так приходит Шмуэль и говорит и говорит у нас законы одинаковые шоб собачьи убьем да законы одинаковые значит пока мы обсуждаем только подземный подвал про сосуды не обсуждаем что с ними с сосудами мы пока их не пробуем и подземный подвал подземный подвал он говорит мэтир вы лохотир последний подземный 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 подгонный подземный 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 подзем потому что родные плюс мудрецы потому что они согласны плюс работа говорят что шаббат а вот эта вот схема понятна вот здесь мы сейчас стоим это половина нас не интересует шаббат не а половина нас не интересует они вроде все согласны все ровно и так А вот у нас это как раз емдурная половина. То есть согласны мудрецы, что можно развязывать шабат? Не развязывать, а резать. Нет, развязанных шабат можно резать в емке. Будь сложнее. Теперь, это следующая пара дискуссий. Раби Миртана, ученик Раби Акима, Шумой Амора, середину третьего. Он не может сказать, что Шумой пришел и сказал на публику, вот это вот. Теперь ему выкатывают брайки, встает там кто-то там, говорит, простите, мы вас, пожалуйста, уважаем, но тут вот завалялась такая брайка, а Шумой говорит, ну это родмия, он известный любитель гусей в яму. Понятно, что он разрешит там что угодно, я-то говорю как оттенка нормальная, они говорят, простите, говорит тот же самый, но вот у меня есть еще одна брайка, где говорит, что мудрецы-то здесь согласны. А Шумой тогда это говорит, он еще во всем будет? Ну что же? На своем некотором личном внутреннем убеждении. Вопрос, пройдет ли, устоит ли это внутреннее убеждение перед напором этих браков. Секунду, что значит нет шансов. Он же еще ему слова еще не дает. Сейчас, 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 сейчас. Спокойно, спокойно, спокойно. Переворачивайся. Али говорит, потому что он Амора, а тот Танэ. Еще раз, все верно, все верно. Но и в каком-то другом случае мы могли бы еще на этой стаде сказать, все, тюфта да шмоль тюфта, да, победили. Но шмоль для нас слишком важен, это один из толков собственного Вавилонского подхода к Талмуту. Я, по-моему, в прошлый раз говорил об этом, что шмоль это наследник и продолжатель традиции собственного Вавилонского, не знающих и не хотящих. В смысле знать всех этих измышлений, там, раби, мишни, там, и все вот это. Ну, то есть, в каком-то, в каком-то мере, хотящие, но в какой-то мере, держащиеся в некоторой своей традиции. Вот. Для нас, Вавилонян, опять же, да, я сейчас, сейчас я Вавилонский, поздний Вавилонский Амора, который редактирует Талмут. Я мог бы еще на этом, вот в этом месяце, или даже предыдущем. Сказать именно то, что предлагает Аня. Сказать именно то, что предлагает Аня. Всего задышу. Да. И закрыть обсуждение. Но, 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 но для меня слишком важна вот эта висконно-вавилонская традиция. Я не могу так ее просто сдать. Потому что там какие-то господа в Галилее за 50 лет до этого говорили что-нибудь другое. Но вот он, если со временем, он может устражать, почему это нельзя было для ничего? Нет. Я же не устражаю, а раз вопрос, это тонкий амор. Нет, это не совсем об этом идет речь. Речь идет о том, что, почему они просто устражаются. Он говорит, что это норм. Устражать, конечно, можно до бесконечности. Но он говорит, что это норма. А это всякие там вот любители гусей в яблоках тут развелось. в Галилее, где ни гуся, ни яблок там срок уже не видно. Сто лет так, на самом деле. Вот. Гусь с яблоками все как раз в Бавилоне водятся. Там богатые. Вот. А здесь срок никакие. Это там. Ну там может быть какие-то сухие корки лежали. Это тоже в общем дело. Там вот. Алиф. Там вот. Как-то украсят праздничный стол. Вот. Вот. Еще раз. Я, как редактор, я мог бы в любой момент сдать Шмуя. Но у меня, как у Вивила Янина, есть интересы, потому что мы все-таки толкать как можно дальше. А интересно, как они тут будут. Сейчас, смотрите дальше. Смотрим первую часть страничку. Дождя, а мы уже раз прочли там все? Да. 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 Там сказано. Мудим ха хамин на родми и так далее. Да? Дальше. В первую часть страничка. Там написано следующее. Гуда амар ки га айтана. Детальнее. И н度ом чега карька мать. Черни, в кадsong. А я мавкевич это назвать. Львов scenarios. Да? После нее. В иных. Ну, если найти. То есть им смерть невыносит их. И так далее. Да, значит, не знаю, какого важного числа, какого важного числа, не Китана, да, говорит, так, значит, так. Так это же уже было, он говорит, что же говорили. Нет, смотрите, внимательно, сейчас я достану, что было. Он говорит, как шмует. Да, как шмует. Вот, и тут у нас как раз все разбаяется, потому что он как раз считает, что в субботу и въемку в разные-разные законы. Смотрите. Итак. Итак, подписывайтесь на регентиры. Здесь шаббат ло футэх, а в юмтов футэх. Да, теперь получается что по вот этих утамушек в карте, мы нашли брайку, которая поддерживает Шмоль. И теоретически любая брайка может перевешивать другую другу, если за ней есть мнение авторитетного амора. Шмоль достаточно. Число брать здесь не имеет значения. Я заодно объясняю, пока не думаю. Приведи он сотню брать. Если у меня найдется Терутс на каждую, мы можем считать, что это не было. Останок, конечно, остается. После этого, конечно, понятно, что тот, кто читает Талмуд, в конечном итоге и видит, что на него наехали сто раз. Он вяло пытается отмазаться. И в конце концов, может быть, даже отмазывает. Находит какую-то отмазку или за него находит какую-то отмазку. И, наверное, несколько авторитет подрывает это мнение. Наоборот? Нет, иногда наоборот. Если отмазки сильные, то наоборот. А если отмазки слабые, то хуже. Например, делает одну акимтузу другой, ставит на все более редкие случаи. Ну, понятно, что тут что-то не совсем. Человек тут явно поплыет. Вот. И тогда Аллаха, вероятно, будет не по нему. Ну, есть такое. Мы, по-моему, разбирали похожие споры и будем еще. Вот. Здесь нет. Здесь они очень упорно держатся, как раз за шумой. Дальше. Они говорят. Террацталеха рейша. А вальсейфа каща. Элосейфа каща. Ну, да, действительно. Вот. Если мы говорим про рейша, это вот этот случай, да? Про карка, да? А сейф – это ки-лим. То есть, получается, что рейша это подтвердила как-то шумой? Да, согласна со шумой. Но сейф – это… У него здесь есть различия, а у шумы или нет? Зато… Это, конечно, классно, но нам нужно найти мнение, которое в точности впиливается. Ну, мы не совсем пытаемся разобраться. Пытаемся разобраться с вот этим мнением шума. Если есть брайка, которая поддерживает его в части К, еще строже, чем он в части К, можно пойти по этому шуму или… В общем, тогда не по этому. Получается, что он сейф – это? Эти вообще про ки-лим ничего не говорят. Эти про ки-лим вообще ничего не говорят. У нас пока здесь только одна брайка, на которой, собственно, и стоит мнение шумы о прокатах. Но она резко расходится с ним про ки-лим. А, вот мы сейчас… Вот мы уже нашли до разгонки про ки-лим как раз. Это потом, как и сейчас. Вот. Потому что про ки-лим мы уже все поняли. Вот она про ки-лим. Он говорит, но как мы можем использовать ее в поддержку шумы, если она про ки-лим-то расходится? Он говорит… Поэтому он говорит… Терра старейша. Эла сейфа кашья… Да? С концом проблемы… Ха мани… Он говорит… Снова тот же прием. Да? Это дать ехим. Чье мнение? Чье мнение, да? Про сейфу, да? Ну, может быть, про всю брать туда. Но, как бы, про сейфу в частности, да? Чье мнение? Да. Ребен Хэмми… Дама… Коля ки-лим… Эн-и-талин… Эл-дэрх-таш-ми-шан… Значит, у него проблема вообще не в этом. У него проблема, как… Я потом зачту этот комментарий… У него проблема вообще не в веревке. У него проблема вообще в ножи. Вот в Мэхаме. Перевести? Да, я переверну. Значит, Ребен Хэмми говорит… Где-то там в субботу, там он говорит, да? Шабады… Все… Всякая утварь может браться только ради исполнения собственной работы. В субботу нет. Да? То есть, ты, как бы… Ребен Хэмми считаешь, что микроскопом гвозди в субботу забивать нельзя. Ну, в субботу гвозди вообще забивать нельзя. Особенно микроскопом. Надеюсь, он что говорит, что нельзя резать? Нельзя веревки резать. Ну, вот так. А можно мясо. Ну, вот такая хитрая штука. Да, да. Сейчас я прочту… Да, да. Сейчас я прочту… У меня есть специальный веревочный нож. Да. У меня не знал, это с навалочной веревочкой. Вот и все. Нет, ну как этот самый японский нож, да? Кстати, что ли, действительно? Я не знаю, что вы родились, я верю, что это японский нож. Японский нож, ну такое лезвие, которое обычно используется для разрезания всякой бумаги, веревок, ну, хозяйственный нож такой. Или скальпелем? Нет, скальпелем животы режут. Я хорошо знаю. То есть, если действительно сказать, что вот этот нож, он используется только, только... В основном для веревок. В основном, вообще, только для веревок, сделать его каким-то... Может быть, может быть. Что ничего нельзя вообще разобрать. Ну, говорит, Аман и Рабин Хэйби, и Каламар, Леолам бутар леавкьеву леф-плахто. Леолам бутар леавкьеву леф-плахто. Деэйм баээм мешум стира. Валегай тана гуфы. Им яхо леавкьи, а валенотек баядо ошары. Вагака Амар, мишум тильтуль, сакинка оса. В Рабин Хэйби ги, де Амар баэру, пиинь. Афилу тарвадва, афилу талит. Эйт не талиналецо, кташвиш, шегэмэй ухадым лох. Эт я Раш читаю. Он говорит, я сейчас переведу прям дословно. Это очень интересный, внятный Раш. То есть так. Во веке разрешено разрешено расщеплять и резать веревки. Потому что в этом нет никакой поломки строения. и для этого самого там, и что? При этом ты саму веревку ломаешь. И что? Ну как, в газете нельзя? В шаббат не разрешено. А, окей. В смысле? А, нет, это можно в шаббат. Он говорит, что вроде бы это можно в шаббат. Он говорит, и для этого же самого мудреца если бы он если бы он смог разобрать эту веревку или разорвать ее руками то это можно. А то, что он запретил это он запретил из-за переноса ножа. Да? И переноса ножа. Это был Рабин Хемия который сказал что он сказал Мируиде. что даже половник и даже талит могут могут быть взяты только для своего для для использования в особой своей как бы в особом своем качестве. Талит для того чтобы надевать а не для того чтобы я не напрыгал на нем как на батуте. Половник не для того чтобы бить детей по башке а для того чтобы разливать суп. Да? Соответственно ножик для того чтобы резать а и вот дальше вы аха высаки леохлингу демилюкар вылали хутамот а ножик он обычно сейчас секунду он обычно он обычно режет пищу а вовсе не верит он не знал японский он не знал по японскому а вовсе не знал японский на он не знал а с японским но он же говорит что объемтов тоже нельзя а проем-то про ножик такой не скажешь Раби Нахеме не говорится ну это же проект одна, там проезжие сейфы может быть это тоже Раби Нахеме он тогда скажет так он скажет, что ну и все, наверное, Шумуэль тоже скажут что что печати вот эти веревочные печати на двери амбара, на двери погреба, они ближе к самому строению чем к и разрезав веревку, ты как будто все-таки немножечко сломаешь это само здание так я вижу из того, что Раша говорит потому что он говорит он говорит, что на этом самом на на сосуде это будет не стирак не разрушение видимо он имеет в виду что что на погребе это будет немножечко стирак поэтому то он запрет даже веревок да кроме особых любителей гусей понимает нормальных людей это вроде как не разрешено но но здесь он говорит я бы сказал как Шибой говорит у меня вот такая особая позиция я ножики просто так не доставлю веревки резать если мне надо салат пробить я пробулю салат ножик а веревки резать вот нет у меня японских ножек не забрели еще в Японии в Японии еще не открыли вот я и говорю что нет я объясняю почему нет ножик все равно да но в Японии он разрешает он Шаба запрещает в Японии все-таки густо важнее понимаешь у меня же еще и кастрюля теперь завязана что ж теперь вот я уже сделал этого гусяц яблок завязала на крепости и что смотрите на меня в сфуне как бы ну это же совсем гротесно понимаете нет в Японии ладно в Японии мне так и быть я разрешу вам разведать черт в Шаба нельзя а это в Японии тоже нельзя вот в чем вот в чем в чем беда если бы в Японии тоже можно чтобы пришли вот сюда понимаешь мы бы вот сюда вот пришли а нам сюда совершенно не надо нам сюда надо то есть они хотят найти подтверждение мнения Шмуэля я все здорово это говорю не они хотят это такой такой способ этого мудлического рассуждения выкатываем мнение Амуры ну или иногда Скоро Амуры и они они обмениваются или на него выкатываются как бы Брайтон ну обычно Брайтон да который сильнее него а он пытается отмаживаться он говорит а он лагирует между этими братьями а у меня на вашем Брайтон вот такая Брайтон есть да он говорит тут-то все правильно сказано он говорит ну тут-то за на то неправильно сказано он говорит а ну это маргинал там то есть тут-то он не маргинал а вот тут-то он вдруг оказывается маргинал я говорю ну понятно да это все а когда он согласен со Шмуэлем он нормальный здравомыслящий человек как только он со Шмуэлем не согласен он начинает быть маргиналом, который даже таскать ножи не разрешает, если им режут не салат, а веревки. Ну, это чудак достойно. Как? Вот, вот же, вот же. И рабин и хейбья. На илья шабата филу, и он в нами, он говорит. А тогда почему он тогда, если это рабин и хейбья, который разрешает ножики брать просто так, да? Для разрешения каких-то там веревок. То есть, почему же он в субботу не разрешает? Объем-то почему разрешает? Уже должен быть и объем-то, когда депутат. Ведь все начинается еще до того, как мы подошли к этому. Мы еще ножик-то не можем взять, с неправильным намерением. Аппаратный хейб. Все еще, мы еще не подошли к тому, к той кастрюле. Да, он уже нам по рукам дает. Да? А если ты скажешь, что для рабин и хейбьи есть разница между швут, это, ну, я перевожу обычно как покой, да, но имеется в виду те ограничения мудрецов, которые добавлены к ограничениям той. Этот термин швут. И вот этот вот покой в субботу и покой в емках для него разные. Да? Ну, нам придется сказать, что она похожа, да? Потому что, что за бред, да? Как бы, почему-то, почему-то, да, он не может взять ножик здесь, а может взять ножик тут. Ну, он говорит, а, ну, суббота, это одно дело, и он совершенно другое дело. Мы должны сказать, да, да. Ну, что, нас выборами. Это как бы мы отвечаем за рабин и хейбьи? Мы отвечаем за шму, или как бы, мы отвечаем за того, кто, как бы, кто пытается спасти шму, или вывести, как бы дать ему эту браюту в поддержку. Да? Он говорит, он говорит, вот меня поддерживает эта рейша, что с ним, кто бы это ни говорил, он меня поддерживает, и я и рад этому. Теперь, то, что у меня расхождение с сейфой, а, ну, это потому что рабин и хейми варгинал. Он говорит, ну, как рабин и хейми? Хорошо, ты поставил это на рабин и хейми. Давайте, давайте, по мыслям здраво. А почему рабин и хейми здесь не разрешают, а здесь не разрешают? Он говорит, а, ну, наверное, это потому, что там китейм это более слабо, чем на самом деле. Если бы ты сказал, я как бы опережаю шму, ты мог бы сказать, что рабин и хейми по-разному относятся к соблюдению покоя, ну, к соблюдению дарабона в шаббат и в емке, но уменьши ангелы, но разве это так? Разве для него есть разница? В гаатаны хадан, но мы учили вот так. Имеется в виду, я так понимаю, в емке. Ну-ка, расскажи, что это. Да, значит, есть три брайта. Три брайта, которые находятся в три разные вещи. По первой брайте можно топить как целыми предметами, стульями, например, как и разжигать. Целыми предметами, так и обломками предметов, так и ножкой от стула. По второй брайте можно топить только ножками от стульев, но не стульями целиком. Бьем-ка, бьем-ка. По третьей брайте нельзя ни ножками, ни стульями. Вообще топить нельзя? Нет, можно дровами, но не частями улыбки. А сегодня не речь? Боюсь, что по третьей у меня никак не пройдет. Все-таки все-таки мы сейчас не будем даваться в содержание, да? Нет, подожди. Можешь, если я не подожду? Я хотел спросить такую вещь. Вот шаг... Ну ладно. Чего-чего-чего? Я хотела шаг назад вот опять, что... Ну нет, на самом деле, видимо, я поняла, что когда он говорит хорошо, что по сейфе мы расходимся, это значит, что Нехема относится по-разному к швоту в шаббат и в ентах, да? Поэтому расходимся. Что же еще раз скажу? Шаг назад. Что по сейфе расходимся, это потому, что Нехема относится по-разному к швоту, шаббат и ентах. Да, но это на уровне китейма. Ты мог бы сказать, это сам оппонент говорит, додумывая за шмой, это единственный аргумент, который он может сказать. Действительно, единственное мнение, там дальше не будет больше ничего. Мы обязаны сказать, если ты хочешь использовать эту братью, свою поддержку, то ты обязан сказать, что он по-разному относится к шаббату и енту. шаббату и енту. Но тогда почему? То, что ножик, то, что он бы за руш будет запрещать ножик брать в свопу, для разрезания веревок, но не будет запрещать ент. Вот так вот. Такую страну человек правда равен. Ну вот тогда опять вопрос, Анин, но в чем разрешать? Там же была разница, что карка и кувшин? Я не поняла. А здесь мы вдруг убрали? Еще раз. Да, про карку и кувшин мы уже должны говорить. мы уже кувшины. Да, но ведь как бы я не понимаю, если по карке они сходятся, а в кувшинах расходятся. Ну, на первый взгляд расходятся. На первой нет, а на второй нет, потому что тут привлекается как бы дополнительное соображение про руш. А с каркой это... он бы если у него не было экзотических представлений о ножиках, которые режут салатом, но у него не веревки, то он бы, согласен, полностью сошлют. Так, без чуму. А с каркой у него нет этого дополнительного, так, что ли? Про ножик. Каркой дополнительного про ножик. Скаркой... Почему же оно у него... Нет дополнительного про ножик. Да с каркой у него хоть будет дополнительный. У него понятно, что у него есть дополнительная пара. Он хоть будь, хоть нет. Нет. с каркой про шаба действуют какие угодно соображения, много разных соображений там до ножика еще я уже пытался объяснить, что карка и сосуды, это разные вещи карка это часть строения да, и веревку мы могли бы, во всяком случае ну, кроме друзей, которые члены гусей, будем рассматривать именно как часть строения но эти люди, которые любят гусей, они и строения могут иногда разбирать, например завтра не останутся, вот так гусей с яблоками ну да, это пуголь но для тех, кто к гусям с яблоками сравнительно равнодушен да а именно вот для Шмойля и для этой Брайты, да они будут таки рассматривать эти веревки веревки на двери в полу как часть строения пугрика ну, не совсем дарабоном, конечно не то, что на уровне до вораки, нет но дарабоном, да и тогда разоглязывающий веревок ничего с вами не делает а развязающий веревок как бы ломает этот пуголь взламывает ну, если ты от мышки взломаешь пуголь за шелки хорошо, ладно ага, а потом он вот теперь с с с с сосудами это только вообще не действует нету ступи, которая называется стиратки Ну, она есть, это отдельная изоляция, на уровне Шаммилеля и Шаммай, но мы уже давно ее превзошли. Теперь, здесь, на уровне Хилин, он бы согласился со мной охотно. Ну, есть еще вот это вот экзотическое представление о том, что нельзя брать в руки для развязания чего-нибудь другого, прям пища. Вот, слава Богу, да, теперь, значит, он говорит, но тогда нам придется сказать, что он по-разному к этим ножикам относится, в субботу и в емкость. А для этого у нас, а на это у нас есть еще одна брайка. В смысле? Еще одна брайка. Не одна, а три. Три брайка. Вот это вот, матками и гладами, мы учим. Да, да. У нас есть три брайка про Ростовку, про блокаду Ленинград и Ростовку буржуйки в емкость. Да, можно топить креслом, там, ледой по 14. По одному мнению, можно и креслом, но и обломками. По-другому, креслом нельзя, обломками можно. По-третьему, значит, нельзя ни креслом, ни обломками. Или наоборот. А, нет, креслом можно, а обломками нельзя. Вот как дальше. То есть, есть мнение, что креслом можно, а обломками нельзя. Есть мнение, что креслом можно как креслом, так и обломками. И есть мнение, что ни креслом, ни обломками нельзя. Отдельно обломками вообще нельзя. Мне здесь больше всего нравится Швират Килим. Я, конечно, это совершенно запало. Я обязательно что-нибудь из этого сделаю. Ну да, нет. Окей. У Мешаны, да, теперь, там, где мы это обсуждаем, а где мы, кстати, это, мы должны где-то здесь обсуждать. Нет, это мы где-то в Шаббат обсуждаем. И у нас, а, и у нас еще через лист мы обсуждаем. Окей. У нас мы обсуждаем через лист и будем делать такую шинулю, да, Мешану. А что, что Мешана еще раз? Мешану это такой прием. Один из них в Торуце. В Торуце, да, когда, у нас есть три братья, которые явно подходящие друг к другу. Значит, что мы можем с ними сделать? Например, мы можем поставить их, каждое нам мнение какого-то мудреца. И мы это делаем, это и есть та шину, которую мы, которую мы в этом смысле образуем. То есть Мешаны, это сейчас я как бы, ну, как это? Аргумент? Это трудная для привода хрень. Аргумент? Это трудная для привода хрень. Значит, ну, от слова лишанок, да, в смысле, я их, я не свожу их к одному мнению, а свожу их к нескольким разным. Не свожу, например, ну, или к разным случаям, например. Да, вот все это будет шинулю. Не знаю, приводит шинулю. А, понятно. То есть, они свожу к одному мнению или к одному случаю, да? А хрень? Не к разному, да. Да, да, да. Значит, теперь он говорит, Теперь, кто из них кто и почему? Он говорит, тот, который раб Иеруда. Он говорит так. А, вот так. Значит, идея в чем? Вот у нас кресло, значит, этого Людовика там какого-то. Да? Теперь оно в Йомтов сломалось. Что происходит? По рабьюде происходит следующее. У нас был объект, который мы выделяли для Йомтовного использования. Очевидно, да? То есть, понятно, что это кресло мы могли использовать в Йомтове. В том числе могли бы его и сжечь. Потому что мы не имитируем, какое именно использование мы ему назначили. Но обломки этого кресла мы вообще не предусматриваем. Поэтому они ему в цель. А если он сказал вам, это заранее? Нет, это заранее не вопрос. То есть, он говорит, что это было предназначено для этого? Конечно. И рабиуда. Рабиуда – это человек, который... Да, что? Более-менее вовремя. Вот. 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 Рабиуда. Рабиуда, который вообще имеет в виду муцу. Да? Он говорит так. И у нас есть, у нас есть кресло. Это кресло мы имеем в виду, ну, как бы, Бенаш Машот, да? Когда наступает праздник. Мы имеем в виду на нем вообще-то сидеть, но можем и сжечь. Наша полная воля. Да? Теперь, если это кресло через минуту после Бенаш Машот разломалось на составные части. Да? Нету больше кресла Людовика в 18-го. Да? А есть куча дров. И мы бы, конечно, бы их камины. Но нельзя. Потому что про кучу-то дров я не думал ничего в Бенаш Машот. Она просто не существовала. Парабьюли, да? Она муцу, ее трогать нельзя. Ну, в крайнем случае, здоровье можно. Нет, здоровье брать можно. Или это у тебя весь праздник? Нет, нет. Это мы уже тоже обсуждали. Нет, с этим можно. Да. Теперь. Рапшин вообще не видит проблемы. Да? У него муцу этой нету. У него нету понятия муцу. Можно топить хоть дровами. Хоть креслом Людовика 18-го. Хоть кусками кресла Людовика 18-го. Что-то совершенно наоборот. Вот. Теперь Раббин Хэмья говорит... То есть вот просто у него нет понятия муцу. Нет понятия муцу. А мы уже сталкивались. Да, конечно. Это базовый спор. Рапшин выбирают. Вот. Раббин Хэмья, у него есть некое особое мнение. Он говорит... У него есть муцу, да? Поэтому разваленным креслом нельзя топить. Но он считает, что можно использовать кресло только по назначению сидеть на нем, но ни в коем случае не сжигать. И он так думает именно, что в емкость, да? В субботу это беспеременность. Что сжигать надо? Нет, ну конечно есть. Ну, то есть он говорит, что нельзя... То есть получается, что у него вот этот аргумент про сатин, про проножи будет действовать и в емкость тоже. Он говорит, что на кресле нельзя ничего, кроме как сидеть. Да? То есть мы... Когда мы поставили эту Брайту на Раббин Хэмью, мы автоматом сказали, что этот аргумент у него будет действовать и в емкость тоже. Да? И это разбило нам единственное счастье... Нам швури, понятно, да? Единственное счастье расщепить в его сознании шаббат и емкость, чтобы сделать его поддержкой себе. Понятно это? Единственное, он говорит, Рен Мэхэмья в виде вот этой Брайты... Так он же подтвердил наоборот? Что подтвердил? Он подтвердил, что он одинаково относится к шаббату и емкостью. А выводы здесь про хвотех и лохвотех делают разные. А, одинаково, потому что здесь нельзя... Потому что здесь кресло-то нельзя сжечь. А-а-а. Можно только сидеть. А-а-а. Да? По всем остальным кресло жди себе на здоровье, пожалуйста. А-а-а. И поэтому получается, что вот это вот... Получается, что аргумент про Саккин будет там же, если точно так же здесь. И тогда совершенно не... Тогда, значит, ни от него, ни от него дело. И дальше, наверное, единственное, что может спасти отца, ну, в революции, как бы, в лице Шмуэль, это сказать... Это выдать одну из универсальных отмычек. И он его выдает. Отмычка называется Трейтана и Алимбады Рабина Хэль. Это два мудреца по-разному предавали мнение Рабина Хэль. То есть, как бы, да, в этом... Здесь действует мнение Рабина Хэль. Я так и лучше их передаю. Да, да. Это такое, можно сказать, как вы понимаете. А что это делать? А в революции? Да, вот мухлевь-то-шитар, это тоже один из мухлежей, который, как бы, который тоже иногда применит. Мухлевь-то-шитар, да. Но здесь не годится мухлевь-то-шитар. А именно мухлеж и мухлевать, это небось от этого? Может быть, может быть. Я сейчас только приведу, я не думаю. Вот. Здесь это не годится. Здесь мухлевь-то-шитар не годится. Потому что нету спора. Зато Трейтана и Алиба Дарабина Хэль очень даже годится. Да? Один передал его мысли так, другой передал его мысли так. И получилось некоторое расхождение. Ну, было. В смысле, он говорит, что как бы, а тому мнению можно, наверное, как бы, не верить. Не то, чтобы не верить. Не то, чтобы не верить. Просто Шмурин говорит, что это не лишает меня поддержки вот этой браке. Несмотря на то, что есть брайда, которая ей противоречит. Это слабый что-то такой, да? Слабый. Это любая универсальная отлучка, штука слабая. Лучше бы аргументацию только сильнее. Да. Интересный вопрос. Надо же посмотреть. Сейчас. Шурик. Да. Ну, ладно. Посмотри, кто меня за одного. Не, я скажу. А сейчас. Два вот лица приведи, значит, мнение Райбин Хэль по-разному. Вопрос у меня вот какой. Когда вот есть три разные брайды, противоречащие друг другу, они сейчас свели их к трем разным мнениям. А есть способ их все свести к одному мнению? Да. Если, например, ты поставишь их на три разных случаях. И как этот оператор будет? Тоже будет шиную. Тоже? Тоже шиную, да. Мы же их приводим к разным мнениям? К разным. Ну, да, но к разным случаям. А тут ты не можешь ничего сделать. У тебя как-то... Тебе придется... В этом случае тебе придется на меньшему. То есть либо... Либо разным мнениям, либо разным случаям. Выбора нет. Они слишком разные, говорят все. Ты не можешь их свести к одному и тому. А, понятно. Там явно не будет. То есть нельзя как-то? Нет, нет. Что тебе с этим придется делать? И это что-то будет шиную. Вот. Ну, вот. Как-то так. Да. Понятно, что... Да. Насчет Аллахи. Насчет Аллахи. Да. Хатомо-Чебека, как вы, наверное, с городом Длатот-Шильбор, ехоли от Ирана, фишинан, дата-тама, в лясоли афкеа, хэвилу лихатхо. Мишам стира. Мишам стира. Мишам стира, как вы, наверное, с городом Длатот-Шимуэль оборонился. Отстоялся. Так и будет. А вот так. Ну, я не знаю, корпоративный или не корпоративный, но... Сейчас, это просто двоих слов, что выголоняется, а не там... Да, я еще раз, я думаю, что... Какого требуется Аллахиевского решения? Аллахиевского решения позднее. Что, Фуханрук? Шуханрук, кстати, да. Ну, Фуханрук тоже не сам это придумал. Шуханрук, как известно, Аллаху составлял так. Он брал Раммама, Роша и Тур и делал голосование. Ну, в тех случаях, когда не было четкого решения, он начал сам. Но, в принципе, я так понимаю, что основа этих решений это где-то, ну, не 10-й век, а что-нибудь такое. Восьмой. Ну, что-то такое. Какие звания? Там уже испанцы. Ну, получается, да. Вот. Они к тому времени, ну, в общем-то, подзапустились. Ну, да. Не, надо по Гауну посмотреть, чтобы понять, как это действительно работает, надо посмотреть по Гауну. Но корпус Гаунов вообще не полный, а я про него не знаю вообще ничего. Надо кто-то знает лучше. Ну, наверное, кто-то знает лучше, но я вот не знаю совсем ничего. У нас нету систематического комментария Гаунов к Талмуду, например, или систематического логического корпуса Гаунов. Есть некоторые, что, шутим. Ладно. Ну, окей. Ну, да. Ну, где-то уже в одиннадцатом веке там переходит гегемония к Европу и там все что-то зеркало. Окей. 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 Давайте, давайте следующую Мишну. Мы сейчас грыземся в следующую субью, потому что она уж совсем-совсем-совсем-трует. Мишну, сейчас мы тоже, да. И это все-таки, пожалуй, еще санкции. Ну, Мишну, если ходят, садите, кто-то может, кто-то может. Ань, хочешь? Мы не уменьшаем свечку. Не уменьшаем свечу? Нет, не уменьшаем это так. Вот, Раши, довольно внятное объяснение. Имеется в виду, что у нас есть комок глины. И мы пухотым, в смысле, вынимаем из него кусок. Получается, такая хрень. Плошка такая. Вот, но. Она, ее мы назначаем светильник. Не обжигая ничего. В смысле, это называется нер? Это называется пухет нер. Нет, нер называется много чего. Нет, энгухтин это нер. Энгухтин это нер, это значит, не изготавливать светильник вот таким способом. Из необожженной глины. А-а. А, вообще мокрый глиной. То есть, вот, не делают вот таким способом светильник? Да. Странно. Потому что... А-а-а, ты объясняешь, странно. Потому что делается сосуд. Ну да, но... Э-э... Это в емках. Сейчас, это еще, сейчас, это будет сейчас обсуждаться. В емках, а дальше, а дальше не делают... Дальше в усыкли, да. Это именно, я вам просто не говорят. Ты изготавливаешь угли, изготавливаешь сосуд. Хорошо. А дальше не делают угли в емках. Что значит не делают угли? Ну, видимо, не прожигают угли... Не знаю, до состояния, но вот тех углей, которые ты покупаешь в супермаркете для мангалов. Я думаю, что перевод чего-то из одного состояния в другое. Ну, в смысле, гмар-млаха. Нет, изготовление углей. Изготовление... Изготовление определенного... Что значит изготовление углей? Как это? Прожигание дерева до состояния древесного угла. А если оно само там у тебя... А вы куплищики, это помещение? Нет, подожди, а если ты пьешь, то можно же топить? Да, вот я это и говорю. Топить можно. Вот. Ну, понятно, образуется, но ты не можешь... Ты не можешь делать это ради углей. Понимаешь? Ты не можешь... Это, во-первых, специальный процесс. Вот попробуй сама прожечь так, чтобы у тебя остались угли, которые ты можешь, например, продать на рынке. У тебя не получится. Подожди. Вот у тебя, Йонтов, у тебя горит... Ну, в костре же мы делали, горит бревно. Оно горит, горит, горит. С чем оно станет? Нет. Оно станет пиплом, в конце концов. А это не тот уголь, который ты даже больше используешь. Нет, тот уголь, который дальше у тебя греет этот самый костер, ну, пусть будет. А что? Но вот этот вот уголь, который ты можешь вынуть, рассосовать по этим самым, продать на мангал, вот этого делать нельзя. Очевидно. Нет, не совсем очевидно. А что для этого нужно? Специальное что? Я не знаю. Нет, ну, там, наверное, имеется в виду, что с вечера лёгкого взять и заодно прожечь себе углей, чтобы завтра на них готовить, например, барашка. И как это было бы прекрасно, готовить того барашка на маленьком. Стой, подожди, подожди. Нет, а нам это было сказано не делать на следующий день. Я не понимаю. Ты именно и делаешь на следующий день? Почему на следующий день не делаешь? А, это будет обсуждаться обнимательством. Если ты взял, разве нельзя с канона Йонтова положить кучу... С канона Йонтова? Ты можешь делать всё, что угодно. Хорошо. В Йонтов тебе холодно и хочешь много есть. Ты на кучу дров. Это горит, 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 горит. В результате ты не... Ну и дальше. А это у тебя угли останутся на все четыре дня. Какие угли останутся на все четыре дня? Вы говорите, это в золу. Должны, когда более вовремя погасить. Ну, вроде-то. Да, у тебя образовались угли, которые падают. Ты можешь, я вижу, уважаю, ты знаешь, что-то шашлык. Давайте, это будет разбираться в гемаре, там будет вдаваться. Прошу и дальше. И последнее. Не режет фитиль? Не режет фитиль? Да. Да, у тебя есть как бы длинная-длинная хрень, да, а тебе нужен маленький-маленький фитилек для вот этой вот свеческой... Свечечки... Да, да, вот ты не можешь разрезать эту веревку на фитиль. На объем-то. Но обжечь можно. Обжечь она будет опять. Да что-то говорит ЛПУ. А, ЛПУ, он говорит, ты можешь прожечь в ней дырку, как бы, чтобы... Ну, пережечь. Пережечь, да. Дать свечечку снизу, подставить, получить кусочек. То есть, резать нельзя, а свечки пережигать можно. А свечки пережигать можно. Ур – это огонь. Ур – это свет, а ур – это огонь. На мишнаище, на урите и парабельс. Теперь, значит, теперь грызаемся дальше. Теперь грызаемся дальше. Тут я предваряю водку. Смотрите, у нас нету... У нас, хотя и есть отдельный раздел мишны про таород, но нету гемара. К сожалению, у Вавиланских гемара про таород нет. Всякий случай про тумы, тары, правильные чистоты и не чистоты. Гемара про это и нет. Поэтому обсуждение этих вопросов рассовано по разным трактатам Талмога. Есть трактаты мишны, есть раздел мишны таород. Последний раздел. Но гемара есть только к одному из трактатов – МИДА, который самый практический и до сих пор используется. А к остальным нету ни Куалот, ни Керим, ничего. Поэтому, значит, это все рассовано по разным трактатам Талмога. Это жесть. Это самый жесткий материал в гемаре, по большому счету. Специалисты по туманитарии – это реально там недоэффициент. Это трудный материал. И сейчас мы в него как бы глядем. Кто тот мудрец, который считал, что вот этот вот вдавливание, вдавливание глины образует, образует сосуд, сосуд глины. Амаров, Юсеф, Рабмиеви – это Рабмиев. Потому что говорится, с какого момента глиняная утварь начинает принимать нечистоту. А когда вообще вещи начинают принимать нечистоту? Когда они становятся вещью. Пока они были материалом, они нечистоту не умели принимать. Глина создавшая не умеет принимать нечистоту. Хоть семь покойников на ней плещи, ничего не будет. На необожженной твердой глине ничего не будет. Но вот в таком куске обожженной глины, а что это за предмет такое? Это должно быть предметом. Лучше все интереснее все сосуды. Такой общий принцип принять это. Как это выводится в сторону? Предмет. Вы принимаете, прежде всего, утварь. Предмет. Это вещь, которую можно использовать. В какой момент вот ты делаешь горшечник, гончар, делаешь, значит, сосуды. В какой момент он будет считаться законченным сосудом, и следовательно начнет принимать нечистоту. То есть, если, например, у него упадет дохлая мышь, то он станет нечистым. В какой момент? Разногласия. Рабмир говорит, в тот момент, когда он примет форму сосуда, вот тогда. Нет, если нигмират. Нигмират Малахту, это и есть. Или это тот момент, когда закончили делать его? Закончили делать, да. Вот он сосуд. А с точки зрения бьюшуа, когда его еще и обожгли в печке. После обжига. Да, до обжига он еще не будет. Он будет еще куском сырой глины. Вот. Это получается, что вот я беру кусок глины. Вот я делаю дырочку. И что же, это сразу вот уже сосуд? Рабмир говорит, да, это сосуд. Дырочка есть? Есть. Масло ценаить можно? Можно. Петерек, плавить можно? Вот он сосуд. Ну вот. А Рабми Ашо говорит, да вы что? Как же это? Ведь если ты не обжег, какой же это сосуд? Что, лапа что? Да, как это кусок глины. Вот. И... И тогда Рабми Ашо, получается, что и не запретил бы ее. Нет, ничего, ничего вообще не случилось. Он бы, возможно, не запретил и просто делать таракотовую, не знаю, стакан. Я думаю, наоборот. Рабми Ашо лучше понимал, как Рабми Ашо. Потому что, может, вот эта вот глина, ну вот совсем мягкая глина, да? Вот ты мне сделал дырку, ну да, ты нальешь масло, но она у тебя там сомнется от малейшего всего, она от любого дозвичка печет. И что? Я не... Почему сосуд должен быть вечно? Он бывает вечно в сосуде. Ну да, он совсем не устоит. Почти как бы в куплиске. Ашка, а маркоровый сосуд, ты на него дунешь, тут же вклады и ты безбываешь. Ну, это конечно. А стеклянный, ты стараешь? Ну, в общем, конечно. Но этот он, в принципе, он не... Ну, это хорошо, это прекрасно. Ты говоришь аргументацию Раби Ашо, но тут, понимаешь, у нас два в целом равновеликих мудреца. Раби Ашо тоже не лакушит. А он говорит мне, дырку в песке, там есть свои аргументы. Песок просто не принимает ни чистоту. А дырочка в глине, это совершенно другое дело. Она если повезет, то вообще не будет там на сосуде. Потому что... Ну, например, да. Вот. Ну и вообще. Вот так это устроено. Так это устроено. Потому что там очень важно, на самом деле, в теории, я, опять же, знаю плохо, но немножко где-то наоборотыкался, очень важно вот этот вот кликебуль, вот это отверстие, в которое может что-то не сыпаться или наливаться. Вот оно, собственно, по сути, образует сосуд. В некоторых случаях это важно, какая это утрость, сосуд или не сосуд. Например, в случае той самой дохлой мыши. Дохлая мышь будет валяться там на, не знаю, на железной трости и ничего не будет вообще. Никак не будет. А вот если она махнется внутрь дырки какой-нибудь, вот это одна плотность, тогда это будет махнется. Поэтому вот эта дырка, она значимая, она не просто так дырка. Вот. Поэтому Раби Мейер говорит, что как бы, вот ты сделал уже, вот ты сделал, изготовил его. Ну, то есть я не знаю, будет ли здесь говорить, я посмотрим, что тут Раби Мейер есть. Вот, пожалуйста. Амар ля баея, мимай, дильма аткан лока Амара беяр, гатам, эла дехазали кибули, бе миды, а валь гахали, май хазы. Он говорит, с чего бы, может быть, до сих пор Раби Мейер там, там, вот в этой, в этой, в этой, в этой, в райте, говорил, что, про некий сосуд, который, годен для того, чтобы в него что-то наливать, насыпать и наливать. Какой у Раби Мейер, который до этого был? Который вот сейчас был, а который, клей хэлс, миматами кабель туман. Он говорит, посерьезный сосуд, под какашку, правильно говорил, ну, ма, я там дырочку куда сделаю. Вот, он говорит, он говорит, ну, он речь идет, ну, хотя бы ложку какую-нибудь нормальную, да, куда можно что-нибудь насыпать или налить. Но здесь-то, на что оно гудно? Я, кстати, не понимаю, почему он так говорит, потому что, ну, вот же оно гудно на свечку. Я не понимаю пока. А что значит, дыма и осадка? На что оно гудно? Угу. А, вот. Я все равно, я продолжаю не понимать этот вопрос. Это что я сейчас читаю? Это я раз прочитаю. Вот. Он говорит, что речь идет про сосуд, который, ну, жидкость он, видимо, принимать не может, потому что он размокнет. Это мокрая глина. Вот. Но, но хотя бы что-нибудь сухое, может быть, туда насыпать зерна, там, или чего-нибудь. Я только представляю себе, как мокрую, гипотезонную глину насыпают в мягкую зерна. Ну, ни зерна, ябро. А ты его попробуешь макрубить? Подожди, а как это есть для свечи, не принимая, жидкость? Они же масло наливают туда? Масло, не такая же масло, не размачивает, она же, у нее другая, другая, физхимия другая. Масло, масло, ну вот, не смешивается. Ну как, ну попробуй просто это физически сделать. Я возьму кусочек неопоженный. Конечно, в любом доме найдется глибан. Керамика, все занимаются. Я не понимаю, почему они отвечают вот на это самое хазы. Я не понимаю. Но они отвечают по-другому. Кубури или кебури бэн пшитый. Пшитый это мелочь, ведь мелкие деньги. Тогда можно насыпать. Насыпать немножко мелочи, да. В эту, в эту, да. В смысле, что, в этом долго отмывается. Да, если отмывать, что она привязалась. Вот она уже подсохла немножко. В смысле, в смысле, то, что в нее, в смысле, то, что в нее, в принципе, можно что-то положить. Да, в принципе, можно что-то положить. Да, конечно, именно так. Он говорит, что, что делает его сосудом, да, под названием сосуд. Именно то, что он умеет вмещать в себя какую-нибудь хрень. Что-то. Не обязательно воду. Да, это полезный горшок из этого эпоха. В той точности полезный горшок. Если горшок полезен, то он горшок. А если горшок бесполезен, то он и не горшок. И, в частности, не умеет ревать тунг. Очень полезный горшок. Если у него в воздух вписали, в пары можно, он принимает тунг. А если он писал, то он принимает. правило. Простой правиль. Вот. Простой, действенной правиль. Например, вот он и делает хрень. Вот ты сделал отверстие. И что ты туда положишь? Туда даже сдувшиеся в воздух мешают к нему лететь. Он говорит, а три копейки денег прекрасно влезет. По копейке. Вот. В таком случае любая вещь, куда можно положить... Такое ощущение, что это универсальное... Одну там маленькую рисинку, это уже... Ну, рисинку нет. Рисинку там должен быть бы шелухозай. Вот до какой среди? Шелухозай, я думаю. Если это съедобная вещь, то... Ну, прошу, а монетки? Ну, слип. А монетки? Две монетки, уже деньги. Ну, то есть... Ну, хорошо, то есть... Как это они делают минимально для этого? Ну, вот, получается, что не очень, да. Монетки маленькие совсем. Но я и говорю... Кто видел римские медные монеты, так они маленькие совсем. То есть, то есть, любую вот такую шпучку это уже принимает... Да, да, да. Порабмиру. Порабмиру. Не, ну да, это другое, другого, это кликибуль, имеется в виду, да, что сосуд, который... Еще раз, несколько разный единин, да. Сосуд, топор умеет принимать нечистоту, но, например, нечистоту в шероте он не умеет принимать. Ну, вот, это духная мушь. Ну, есть там такая, тема, что есть восемь животных, которые в мертвом виде умеют затумлять, осквернять сосуды, в которые они попадают. Мышь, ящерица, ежи. Ну, даже сычек какой-то. Вот он то ли сычек, то ли на самом деле он не сычек. Еще каких-то вымерших несколько же, ладно, как они неопознаваемых. Вот, вот какие-то восемь животных. Шмонашрацин. Нет, не любое. Шмонашрацин. Вот. Что? Таракан на самом деле нормальный. Я все время думал, что таракан, только таракан нет. Таракан, пожалуйста, сколько угодно. Пусть хоть сто тараканов сдохнет у тебя как бы во всех кастрюлях. Эти кастрюли даже помыть, можно сполоснуть водой, и все, все, все. И муравьи тем более. А вот если хоть одна доклая мышца или даже кусок доклой мышцы, это уже скандал, трагедия, линия на сосуд вообще разбивать придется. Вот. Вот. А с тупором ничего не случится, потому что он не, и с таракутовой статуэткой тоже ничего не случится, хотя она и утвы, да, клик, но и с одеждой ничего тоже не случится, хотя она в чистом виде. Но она не кликебуль, она не штука, в которую наливают эминципал. Вот. Не сосуд. Вот. А тут речь идет про сосуд. Ну, собственно, дело не его сосудом и является дело не его утварьем, да? Вопрос, в какой момент это совершается? Говорит, вот уже читаю утварь. Он говорит, ну а что ты, а что ты туда положишь? Ну, говорит, вот пару мелких монеток положу, уже и ладно. Да, да, да. И вот так вот Раша описывает это кулаком, но суть. Это может получать методом, или отходить? Ну, в общем, да. Получается. Дрис, речка в общем получилась. Вот я и говорю, минимум, минимум. Минимум, да. Ну, хорошо. И кадавры. А по другой версии события такая. Ама рав юсэф. Рабелезер брабит садокин. Это был другой мудрец такой, как я тебе придумал. Вьетнам. Потому что учили в некий Мишнееду йод. Ильфасин хоронь йод. Ле-ле, все, ребята, на сегодня все. Там дальше длинная тема про этих Ильфасин хоронь йод. Сбоку нарисован кастрюлю. Вот. Но они там довольно много. Первую позицию мы вроде поняли. Можем ее быстренько на следующем занятии проскочить и пойти дальше про эти Ильфасин. А, выключить надо. Ну да, точно. Ильфасин. Спасибо.